МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнеры проекта, студия семейного кино Перфекто и творческое пространство Птиц. Миша, что ты делаешь? У нас вообще-то эфир уже начался, время идет. А ты все еще в шахматы свои играешь, вечно эти шахматы. Сейчас, подожди еще немного. Как можно играть в шахматы самим собой? Ну ты ведь не умеешь. Зато в шашки умею. Знаешь, как мы с братом весело играем? И в уголки, и в Чапаевце. Вот если бы у тебя был брат или сестра, тебе было бы веселее. Мне и так хорошо. Ни с кем не хочу делить мамину любовь. Вот мы с тобой болтаем, болтаем, а эфир-то идет, а мы даже со зрителями не поздоровались. Здравствуйте. Это программа «Атдыхайп» и мы ее ведущие Соня Яковлева и Миша Порфирьев. Что, забыл? Почему же «Атдыхайп»? Потому что мы здесь хайпим, шумим и просто интересно проводим время в прямом эфире на национальном телевидении «Чувашия». Также вы нас можете увидеть в группе ВКонтакте городской детский медиа-центр «Куча Мала». Да, а как вы могли догадаться, тема нашего эфира – братья и сестры, кто в доме хозяин? На протяжении всего эфира в чате вы можете оставлять свои комментарии и вопросы. И в конце эфира мы обязательно на них ответим. А еще у нас сегодня проводится розыгрыш настольной семейной игры «Лото». Выиграть ее может каждый. Нужно всего лишь лайкнуть и репостнуть запись с нашим эфиром ВКонтакте. А кто же выиграет, это мы узнаем в конце эфира. Соня, ты знаешь, какой праздник был 10 апреля? Да не было никакого праздника 10 апреля. А вот и был. Ближайший праздник 1 мая. Ты что, совсем? А вот и был. На прошлой неделе отмечали День братьев и сестер. Это быстро добирающий популярность праздник, который зародился в Индии и стал национальным. По традиции, сестра повязывает на запястье брату священную повязку, которая будет защищать его от злых духов. А брат, в свою очередь, дарит подарок и обещает оберегать свою сестру до конца своей жизни. Вдохновительным стала Клаудия Эдвард. В детстве она потеряла и брата, и сестру. И ей. И решила организовать праздник в их честь, чтобы помнить ту поддержку, которую они оказывали. Как трогательно. Я считаю, что этот праздник должен стать национальным и в нашей стране. Мы должны ценить ту поддержку, которую оказывают наши близкие. Вот скажи, Миша. Знаешь? Да. Мне очень хорошо в семье, когда я один. Я тебя готов назвать минусы большой семьи. Ну, давай. Во-первых, я очень сильно люблю конфеты. И в семье бы их не хватало, если я был бы не один. Миша, знаешь что? Не съел один раз конфеты, и что? Это даже для здоровья полезно. Прыщей меньше будет. Хорошо. Если у тебя будут маленькие братики или маленькая сестренка, то они будут явить лично тебя родителям. В мире много несправедливости. Ты с самого детства должен привыкать к этому. Во взрослой жизни тебе будет легче. В большой семье детям будут уделять меньше внимания, а значит меньше любить. Ты знаешь что? В семье, где больше пяти детей, внимания и любви хватает всем, и никто не жалуется. Вот давай-ка я лучше назову плюсы большой семьи. Давай. Вот у меня два старших брата. Они всегда мне помогут в трудную ситуацию и вообще. Допустим, сделают за меня домашнее задание, заберутся от школы, так как они у меня уже взрослые. И с ними очень весело играть, драться, шутить. В детстве это особенно важно. Я очень рад, что у тебя хорошее отношение с братьями, но ты никогда не задумывала, что у тебя будет сестра? Конечно же, я хотела иметь сестру. Я думала, мы будем с ней лучшими подружками, будем гулять, играть вместе. И что только не делать, прям мечтала даже. А еще она может увезти твоего парня, тем более, если она будет близняшкой. Я и не знала, что у ботаников такая буйная фантазия. Во-первых, у меня будет самый лучший парень, который уж точно меня не перепутает ни с кем. Во-вторых, если близнецы похожи внешне, это не значит, что они абсолютно одинаковые. У них разный характер. Вот давай-ка лучше поговорим о тебе. Вот я не верю, чтобы ты никогда не хотел иметь брата. Хотел бы. Но тот популярный, чтобы за счет его прославиться. Популярный? И как бы ты за ним прославился за счет его? Если бы мой брат был певцом, то я вместе с ним бы пел на сцене. Миша, ты меня опять удивляешь. Сколько лет я тебя знаю, я ни разу не слышала, как ты поешь. Ну-ка, давай, спой. Тима Белорусских, незабудка. Незабудка, твой любимый цветок, воздушный поцелуй станет самым горким. Ты будешь говорить, что я тебя не люблю. Горким? Что любить могут одни девчонки. Да, горким. Тебе не нравится? Ладно, ладно, не переживай. Но знаешь, обычно в жизни талант имеет только один из братьев. Вот тут ты ошибаешься. Наши корреспонденты подготовили репортаж о популярных братьях и сестрах. Смотрим. Смотрим. Добиться успеха в жизни сложно. Но еще сложнее стать знаменитым вместе с братом или сестрой. Но некоторых удается. Мы собрали звездных родственников вместе. Актрисы Ольга и Татьяна Оренгольц. Близняшки приехали покорять Москву из Калининграда. Они очень дружны и знамениты. Правда, стараются сниматься в разных проектах. Братья-верники. Известные люди в российском шоу-бизнесе. Игорь – актер и шоумен. Вадим – сели и радиоведущий. Валерий и Константин Меладзе. Певец и композитор. Их хиты напевает вся страна. Этот творческий союз – доказательство того, что никто не поможет тебе сильнее, чем родной человек. В 2005 году рыжие братья Константин и Борис Бурдаевы взорвали хиты песни «Хлопай ресницами» и «Взлетай». Популярности близнецы шли целых восемь лет. Жаль, что сейчас группа «Братья Гримм» распалась. Народные артисты Аскольд и Эдгард Запашный – самые известные циркачи страны. Представители цирковой родословной аж в четвертом поколении. Ничего не боятся и исполняют самые опасные трюки с дикими животными. Братья-березуцкие. Братья-близнецы шли по одному пути. Оба футболисты – шестикратные чемпионы России и шестикратные обладатели Суперкубка России. Но, несмотря ни на что, Алексей и Василий считают себя очень разными. Валерий и Павел Буре – успешные хоккеисты. Павел имеет прозвище «Русская ракета», а Валерий носит звание заслуженный тренер России по хоккею. Добавим пару голливудских знаменитостей – Джеймс и Оливер Фелбс. Как только братья узнали, что для экранизации «Гарри Поттера» ищутся молодые таланты, ребята, не задумываясь, поехали на пробы и успешно прошли их. Продолжают сниматься и сегодня. Звезда фильма «Форсаж» Вин Дизель – тоже из двойни. Кстати, настоящее имя артиста – Марк Синклер. Пока он работает в кадре, брат-близнец Пол стоит за камерой, а иногда еще и монтирует фильмы. Это снова мы, Соня и Миша. Мы работаем в прямом эфире. И теперь мы переместились на диванчик, где нас ждут наши гости программы Данила Никита Васильева, ведущий новостной детской программы «Акел Бубсер» на национальном телевидении «Чуваш». Привет, ребята. Привет. А это правда, что вы работаете на телевидении уже с 4 лет? Да, это правда. Так. Как вы попали на телевидение? Ну, мама услышала где-то, что проходит кастинг. Мы пришли на него и выиграли. А нравилось ли вам это? Ну, нам сейчас нравится это. А вот какая была ваша самая первая программа? Мы снимались на детской программе «Ушки на подушке». Это было очень давно, но мы уже не помним, какая была первая программа. Но там было очень-очень-очень круто. А вот какие-нибудь веселые истории происходили с вами в этой программе? Да. Когда мы уже были еще детьми, то есть мы ничего не стеснялись. Мы уже боялись за свою репутацию. Не хотели делать какие-то вещи, например, показывать, что мы избалованные дети, то, что мы плачем, катаемся по полу из-за того, что нам не купили чипа-чипа. Понятно. А вот скажите вот честно, кто из вас старше? Я. На 10 минут. Целые 10 минут. 10 минут? И как это проявляется в жизни? Никак. Ты, допустим, говоришь, я старше, поэтому слушай меня. Да, да, да. Вот так он говорит. Серьезно? Да, но он меня не слушает. Он никогда меня не слушал. Ничего себе. 10 минут – это не так уж много, и мы правы. Вот когда я вас увидела до съемки, я никак не могла понять, кто из вас кто и. И как вас различить? Мы никогда не думали, что мы похожи, как две капли воды. Но узнали, что, ну, как нас различать, благодаря нашим друзьям. Они сказали, что они различают нас по голосу, либо по прическе там. Каким-то чертам, например, я ношу очки, а он не носит. А, ну, тут что-то носит. Я всегда ношу, да, я всегда ношу. А вот путают ли вас родители? Нет, не путают. Ну, только если сзади. Когда вот мы только родились, чтобы не спутать кого-то, например, его называли Никитой, а потом его перепутали и будут называть Данилой. Никите точку на лбу поставили с зеленкой. А вот знаете, что я по секрету знаю, что у Никиты на лбу шрам есть. Это правда? Да. И как ты его получил? В садике бежал, упал и с трудностью обувствовать. Потом мы отправили в больницу и зашивали. Мне мама тоже рассказывала, я маленькая была, 4 года, наверное, даже, может, меньше 2. В комнате такая бегу, бегу и в батарею. И прям отлетела. Так, я шрам получил тоже 4 года. Ничего себе, мы с тобой чем-то похожи. Нет, я все помню. У нашего дяди двойверного в том же месте такой же шрам. Ничего себе. Вот я вот в детстве, когда мне был 6 лет, я язык себе прикусил, мне потом его зашивали. Ну-ка, покажи, покажи. Ничего не видно. Там и шо он должен быть. Я не вру, честно. У меня просто был дробовик, я его подставил под рот, выстрелил и прикусил. Было больно, на самом деле, столько. Вот я ему тоже не верю. По вашим лицам можно понять, что это как-то не то, Миша, ты говоришь. Вот сразу вопрос. А путают ли вас учителя? Они нас путают, и чтобы не обидеть, например, они думают, что если назовут меня Никитой, то я обижусь. Они называют нас по фамилиям. Просто Василий. Ну, иногда они говорят имена и смотрят им на того. Да, такое бывало. А вы прикалываетесь над ними, меняетесь местами? Или откликаетесь на «я Данила, а ты я Никита». Нет, опасно, опасно. Бывало, вы просто я. А по какому предмету мы поставили двойку? По русскому языку. Когда у нас проверяли правила, я их забыл дома, но могли поставить двойку. То есть, ну, не факт, что поставили бы, но я боялся. Я забрал правила у Никиты, у меня посмотрели, потом отдал ему уже правила. Еще раз посмотрели мои правила, но их уже не было, они были у моего брата. И нам поставили двойки. А вот у вас почерк одинаковый получается? Нет. Совершенно разный. Кто аккуратнее пишет? Нет, он... Мы оба не аккуратнее пишем, но мы не хуже. А вот вас, учителя, говорите, путают иногда. Вы в одинаковой одежде ходите? Мы раньше ходили в одинаковой одежде. Нам это очень нравилось, потому что... В детстве нам нравились одинаковые одежды. Ну, нам всегда приходилось покупать одно и то же. Потому что мы всегда спорили, кому что достанется. Нам всегда одно и то же нравилось. Ничего себе. И один и тот же цвет ваш любимый? Да. Какой? Я бы не сказал, что у нас один и тот же любимый цвет, У нас разные цвета, и они совпадают. Да, есть хожие. Мне бы не нравилось, чтобы кто-то одевался так же, как я. Твой брат – это твой лучший друг? Лучший друг – это, наверное, тот человек, у которого от тебя нет секретов. Да, поэтому он мой лучший друг. А вот вы делитесь секретом там где-то? Дом, может быть, у вас есть уголочек? У нас нет секретов. А менялись ли вы когда-нибудь местами? Вот прямо на контрольной, допустим, экранной? Нет, мы менялись местами, когда у нас был стих выйти рассказывать. Просто нам все задают этот вопрос, мы решили сами попробовать. Ну, замечали это. Ну, конечно, веку не поставили, слава богу. Просто посадили обратно. Да, но до этого мы оба выучили стих очень хорошо. Просто решили проверить, получится так или нет. А вот, Никита, вот каково иметь человека, который похож на тебя, как две капли воды? Да, они есть симптомы. Я даже не знаю, минусы. Я привык к ним. Я бы их не различил, будет честно. Ну, все равно, что-то разное им есть. Видишь, у него более толстые очки, у него более тонкие очки. У него еще подушечки есть. Если честно, вот многие люди, вот я слышал, как они говорили, что тоже хотят себе братьев или сестер. Но, с одной стороны, это хорошо, там, брат или сестра всегда поддержит тебя. Ты можешь рассказать все свои секреты, выговориться. Но, с другой стороны, вы постоянно ссоритесь, что-то делите. На тебя могут наябедничать маме или папе. Последняя ссора, которая у вас была, из-за чего она? У нас их было так много, что мы не помним уже, какая последняя. Почти каждый день. А вот на какого тема вы обычно все ссоритесь? Мы всегда ссоримся из-за мелочей. Из-за каких-то? Ну, например, нет, нет. Да, за такое тоже бывает. Нет, иногда. Но, больше всего, например, там, надо что-то по дому делать. И начинаем спорить, там, кто там будет пылесосить, кто пособил на тебя, кто в магазин пойдет. Все время спорить. Знаете, из проверенных источников мы узнали, что вы есть младший братик. Да. Вот, и кто из вас больше уделяет ему времени? Один минут каждый. Да. Ну, по 20 минут каждый. Один у вас минут. А любой в это время отдыхает. Потом другой у вас, конечно. Ну, это очень утомительно играть с братиком. Да. А вот во что вы играете обычно? В прятки, в догонялки, в машинке играем с ним. Ему 4 года, да, Витя? Да, да, да. Вот вопрос лично от меня. Вот вы не хотите ли его научить его играть в шахматы? Было бы круто, если бы в 4 года он уже умел играть в шахматы, но для начала пусть выучит цифры, там, алфавит, например. Да. Вот мы с вами, коллеги, и у нас сразу возник такой вопрос. Помогает ли вам на телевидении то, что вы близнецы? Ну, мы можем... Скорее помогает, чем помогает, потому что... Мы можем повториться на одинаково вместе, потому что... Другие люди, они просто встречаются именно для этого. Да. Или, например, когда брат, ну, Никита, забыл какие-то слова, и я могу какую-то часть слов сказать из-за него, чтобы дубль, ну, чтобы мы сняли дубль нормально. Чтобы успеть во время. Угу. Так, а вы думаете одновременно? Конечно. Мы иногда говорили одно и то же прям... Ааа. Туще-туще. А вам это помогает в жизни? Нет. Ну, только если друзья удивляются, просто смеются. Ну, это все равно, это очень круто, когда... У нас такие ситуации очень редко, но когда они случаются, нам это очень нравится. Так, у всех, кто работает на телевидении, случаются веселые истории. Вот, например, в интернете есть видео, как одна ведущая ошибалась много и такая говорит, тоже такая же программа, как у вас, но у вас она. Такая говорит, ой, извините, у меня заплетак языкается, вместо язык заплетается. Вы можете что-нибудь такое вспомнить? У нас было очень-очень много таких ситуаций. У нас даже в какое-то время, когда мы были еще маленькими, у нас было достаточно много ошибок, и эти ошибки были прям, ну, очень смешные. И в конце выпуска, когда шейптидеры вставляли как раз эти моменты... Мы говорили просто, мы никак не можем сказать, это дубль. Одно слово, которое сложно. Да, начинается паника. Напряжение. Руководителям уже надо уходить куда-то, снимать другой выпуск. А вот вы хотите... Знакомо. Мы начинаем смеяться. Истерически смеяться. И не прекращаем, просто смеемся, смеемся. А вот вы хотите вернуться в то время, когда вы могли совершать ошибки, вам ничего не грозило бы. Такого никогда не было. Да, продез. Никогда язык. Да, они даже в программе снимались. Ошибки ругали их, да, наверное? Да, но сейчас уже таких ситуаций очень-очень мало, потому что уже ошибки, ну, как можно реже мы пытаемся их совершать. Но когда сидишь с малышом, случится может все, что угодно. Абсолютно, да, угодно. И ученики детского медиа-центра Кучимала подготовили репортаж и рассказали, какие истории случались в их семье. Смотрим. Однажды я писала конспект по литературе. Он вышел на три страницы, а мой братик пришел, сделал из него кораблик и запустил в лужу. Я очень расстроилась. Однажды я оставила свои тетрадки на рабочем столе. Пошла кушать, вернулась. Они были все изрисованы моей сестренкой. И я очень созлилась на нее. Однажды в деревне мы с братиком принесли домой маленького цыпленка. И он оставил свой след на нашем диване. Однажды моя сестренка сленала все конфеты без меня. Однажды сестренка накрасила губы моей помадой. Да так неумела, что она была похожа на матрешку. Я одновременно излилась и смеялась. Однажды мы с братиком обрезали усы коту. Однажды моя сестренка делала слайм. Почему-то именно на моей кофте. Однажды мы с сестренкой играли в парикмахерскую и раскрашивали друг другу волосы. Однажды я прихожу домой со школы и вижу на столе маленького хомячка. Оказывается, что его принесла моя младше сестренка. Мне было очень обидно, что она купила его без меня. Чтобы младший братик не мешал играть в монополию, мы ему даем игрушки из киндра. Однажды мой брат нажал на корректор. Да так сильно, что я весь был в замазке. Мы с братом копим крышки от бутылок, чтобы потом делать из них поделки. Однажды мы с братом очень долго гуляем. Я все время жаловалась на то, что у меня болят ноги. Брат не выдержал и понес меня на руках. Я напоминаю, что у нас в гостях Никита и Данила Васильевы. Они ведущие новостной программы «Акел Бупсер» на национальном телевидении «Чуваши». Там же, где вы смотрите нашу программу «Отдыхайп». Сейчас, ребят, мы проверим, насколько хорошо вы знаете друг друга. Мы раздадим вам два листочка, на которых написаны ваши имена. Будем задавать вам вопрос, а вы поднимаете листочек с ответом. Вот, например, кто из нас больше разговаривает? Мы поднимаем Соню. Миша. Ладно, Соня. Давайте первый вопрос. Кто из вас умнее? Так, почему? Никит, почему ты считаешь, что Данила умнее? По центам. Я лучше его учусь. Да. То есть ты Данила ударник, а он получает строжить или как-то так? Нет, мы оба ударники, но... Средний балл, в общем-то, у него больше. Да, обычно, когда я получаю пятерку, он получает четверку. Когда я получаю тройку, он получает двойку. А раз вы в одном классе, вы одна и та же программа, вы не можете друг друга подтягивать? Вот, допустим, ты лучше, знаешь, его подтянуть, научить. Помогать дома, да. Просто вот, когда он спрашивает что-то, ты смотришь и думаешь, что там непонятного. Да, он не может поместить. Ладно, хорошо. Интересно. Следующий вопрос. Кого из вас больше ругают родители? А вот за что вас чаще всего ругают? Потому что мы ссоримся. Нас ругают за то, что мы ссоримся. А вы прям ссоритесь так, что деретесь? Нет, нет, нет. Просто ссоримся. Вот вы когда-нибудь дрались? Да. Ну, когда маленькие были, конечно, дрались. А вот сейчас так? Иногда же старшие борются? Сейчас мы уже больше, сильнее. Поэтому если драться, то будет очень больно. Понятно. Так, следующий вопрос. Кто из вас моднее? У меня вообще не кофейка много. Почему это Никита? Почему? Так я не знаю. Он показал Никиту. Мне кажется, что Никита моднее. Почему? Не знаю. Вот так вот. Таким мухи, он приходит в магазин. Наверное, ты так сильно любишь своего брата, правильно? Ну, просто приходит в магазин, и вот любую вещь берет, и вот, давай себе купит все. Понятно. Так, я сейчас что-то не поняла. Ты Данил, ты Никита? Да. Ну? Он опять вас различить не может. Ага. Так, следующий вопрос. Кто из вас больше ленится? Одинаково. Ну, мы обычно всегда вместе ленимся. Угу. То есть мама говорит, помойте полы, вы говорите, нет, оба не будем. Да, но если один кто-то встал, то он начинает... Один ленится, другому тоже хочется лениться, и все. Мы долго ленимся. Да, ну, иногда просто у кого-то говорит, что-то щелкает, да? Угу. Он уже понимает, что надо куда-то идти, что-то делать. Тараканы пробегают. Да, да. И он встает и начинает объяснить это другому, другой тоже начинает понимать это уже, у него же не щелкает. Какая-то цепная реакция. Да, цепная реакция. И мы уже вдвоем встаем и начинаем что-то делать. Вы так рассказываете, как будто это не вы вообще. Я не понимаю, честно, что вы там говорите. Ты говоришь, о, вы, да, они так начинают делать, я думаю, что такое? Ну, ладно, пройдем дальше. Давайте, следующий вопрос. Кто из вас? Чеснее. Да. Выше поднимайте таблички, а то Миша не видит. Я-то все вижу, я-то в очках сижу. О, все. Угу. Меня разделили. Так, опять меня не разделили. Я не знаю, почему вы показали книгу. Кто больше врет? Больше врет? Ну, я, наверное, показал. Сказать, кто больше. То есть вы думаете, что вы сами. То есть на себя. Да, я больше вру, я больше вру. Угу. Правильно. Повыше, повыше, а то Миша не видит, я же говорю. Я же вижу. Правильно, молодцы. Так, кто из вас больше тратит денег? Данил, почему? Я просто очень люблю тратить деньги. А вот на что ты их тратишь? Что еще на ютуб? Нет, я просто... Есть вкусняшки? Очень люблю. Там, вот я же тебе сказал, минус, конфеты будут все съедены, а ты мне говоришь. Наши гости тоже любят конфеты. Понятно? Не я один там. Я не понимаю, что он говорит, но продолжим, ладно? У кого из вас лучше дикция? Никита. Никита. Так. Вот в чем она проявляется? Вот когда? Четче слова говоришь? Буква Р. А, Р. Ну-ка, давайте попробуйте подружка. Подружка. По очереди, по очереди. Подружка. Подружка. Так, все понятно. Так, хорошо, у кого кто больше ошибается на съемках? Ну, на самом деле, это... Смотря у кого больше текста. Да, и как кто выучил. И как вы разделяете текст, когда с руководителя? Да. Ну, обычно в одном выпуске у одного больше, а в другом уже у другого больше. А, вы чередуетесь. Да, уже сказали, что вы друг друга поддерживаете. Да, вот как раз когда у одного очень много слов. Он говорит, например, там, половину, ну, меньше половины слов у другого. И вот последний вопрос. У кого из вас больше поклонниц? Лично меня он очень интересует. Это даже неудивительно. О, так, почему? У нас нет поклонниц. Серьезно? Какие поклонницы? Ну, вы же национальном телевидении чувашем. Может, и есть, но мы пока еще ни одной не видели. Так, кто смотрит нашу программу и поклонится Никите и Даниле, пишите, пожалуйста, в редакцию. Мы ответим и позовем вас тоже на программу, да? Да, спасибо. Ну, что ж, спасибо ребятам за откровенность. Мы прерываемся на небольшую рекламу. Ну, что ж, это снова мы, Соня и Миша. Этот блог мы хотим начать с благодарности. Это место нам предоставляет творческое пространство птица. Здесь вы можете провести фотосессии, вечеринки или просто отдохнуть. А снимают нас операторы компании «Перфекта». Это видеопродакшн, который делает самые профессиональные фильмы и трансляции. Что же, пришло время открыть наш чат и ответить на ваши вопросы. Вот первый вопрос, который я вижу. Всем привет. Я в детстве мечтала о сестре-близняшке, чтобы она за меня в школе отвечала. Да, это неплохо. Так, дальше. Вот Евгений Егорова спрашивает. Миша, ты сегодня не раз говорил о шахматах. Расскажи, как ты давно этим увлекаешься? У тебя есть какие-то награды? Я увлекаюсь с первого класса. Я поступил в клуб, уже играл. И, получается, в первый год получил третий разряд. Что-то, Миша, нудно, ты говоришь, давай веселее, а? Вот. И получается, и через три года... Молодец. Я даже не представлял себе, что я стану чемпионом Чувашии по шахмату. Вы представляете, как это круто. Тебе вручают кубок, тебе жмёт руку президент шахматной федерации России. Так, Миша, а у тебя есть хотя бы двоюродные братья и сёстры? Что это вы всё у Миши спрашиваете, я не понимаю? Да, у меня есть двоюродный брат и двоюродная сестра. Двоюродная сестра у меня живёт в Москве, ей 20 лет, и она учится в университете. А брат хороший человек, он живёт в Чебоксарах, работает таксистом, вот. Иногда меня подвозят в школу. Какая интересная профессия. Так, сколько детей вы бы хотели в будущем? Ну, я бы, наверное, хотела трое. Почему трое? Ну, вот почему-то мне нравится эта цифра. А ты бы сколько хотел? Ну, я думал где-то двух, мальчика и девочка, чтобы мальчик был старше, а девочка была младше, чтобы мальчик приходил в школу, такой блатной, и говорил, тут мою сестрёнку никто не обижает, и уходил. Я бы не хотела быть твоей сестрой, Миша. Так, вот мне сестра поможет с квартирой в Москве, и не придётся жильё искать. Разве плохо? Говорит Ксюша Михайловна. Я думаю, нет, если ты туда хочешь поехать учиться и будешь жить с сестрой, то я думаю, что это вообще круто. Во-первых, близкий человек рядом, он тебя поддержит, тебе поможет. Вот тут спрашивают, что бы вы делали, если ваш брат или ваша сестра испортили вашу любимую вещь. Ну, я бы не допустила такого состояния, чтобы я её оставила, и мне её испортили. А ты бы что делал? Мне кажется, ты бы спрятал весь шкаф и закрыл бы на замок, чтобы он ничего бы не испортил ребёнка. Сестра или брат. А я бы, не знаю, я сказал бы ему, что это так нельзя, и чтобы в будущем он так больше не делал, и не брал бы вещи без спроса. Вот. Так. Соня очень красиво оделась, красотка. Это она про себя. Спасибо. А вы бы хотели детей-близняшек? Ну, я думаю, нет. Всё-таки... Ну, почему? Как попадётся, так и будет. Ну, судьбе не прикажешь. Ты же не можешь загадывать. Ну, я бы всё равно не хотел. Ну, я была бы рада. Так. Что тут пишут? Правда ли, что младших детей в семье любят больше? Ну, мне кажется, нет. А ты как считаешь? Я думаю, что да. Потому что если маленький ребёнок будет плакать, мама к нему подходит, а, допустим, обратно нужна помощь с домашкой. Вот и всё. Уделять меньше времени. А потом ещё говорят, почему это дети орут на своих родителей. Потому что в детстве уделялись, скорее всего, меньше внимания. Ну да, это тоже правильно. Вот тут Ксюша Серова пишет. А у меня младший брат, полтора года. Его зовут Михаил Михайлович. Как относитесь к тому, что детей называют именем отца? Позитивно. Да, я тоже считаю, это неплохо. Твой брат пойдёт по стопам твоего отца. Я тебе гарантирую. Ну, я считаю, что когда называют именем отца, это прям оставляет отпечаток такой. И уже как бы как отец будешь похож на отца. И в память уже будет. Если будет какой-то праздник, и будут тебе говорить, это что, сын Михаил Михайлович? Вот так вот. Знаете, как это круто, да. Так, что тут у нас? Вы большие молодцы. Миша, говори погромче. Я могу говорить ещё громче. Вот, а так спасибо. Так, мои сёстры всегда говорят о том, что готовы меня выслушать. Это замечательно, потому что они должны, они обязаны так делать. Я с двойным братом тоже люблю иногда посекретничать. Ну, а сейчас мы узнаем мнение наших юных журналистов. Взгляд снизу. Кто главнее в семье? Смотрим. Да, у меня есть старшая сестра. Какая зовут? Лиза. Забыла? У меня была часть сестра. Она жадина. Из-за воды она устраивает бои без правил. Вы часто такие бои устраиваете? Да, за игрушки, за всё. В общем, если тарелку Юляшу поставили, и она мою тарелку отбирает, думает, у соседа лучше. Ну, иногда мы что-то не делим. Например, компьютер не делим, телефон не делим. А туфли её носила? Нет. Но одевала. Она тебе разрешает? Психаря. А, ты ей не говорила? Нет. А твой брат носит твои вещи? Только иногда, когда у него хорошее настроение. А ты прячешь вкусняшки от сестры? Ну, только когда она меня обижает, я ей не даю. Когда дает мне интернет, посидит на телефоне, то тогда даю. А, вот такие вот у вас уговоры. Угу, всё понятно. Она ко мне пристает, царапает, кусает и много ещё чего. А родители её не ругают? Ругают меня. Я думаю, больше ругают старших, потому что на них легче свалить вину. Если Юляша раскидала, ругают меня. И убираю я. Кто из вас главнее вообще в вашей семье? Она или ты? Мама. Что вы её не поделили? Главность в доме. И, допустим, она говорит, принеси мне это. Я приношу каждый раз. Но взамен она ничего не делает. Надеюсь, я пересветаю. Перевоспитаю. А ты бы хотела ещё брать какую-либо сестрёнку? Нет. Нет. Я бы хотела бы ловить сестру старшего брата. Ой, сразу двух. А почему? Потому что, когда и сестра, и брат есть, наверняка ничего есть не. По мнению наших журналистов, главной семьей являются их родители. И я считаю это правильно. Ну что ж, пришло время подводить итоги нашего розыгрыша. Кто же выиграет вот эту замечательную настольную игру? Мы узнаем прямо сейчас. Да. Итак. Победителем становится Дарья Гаврилова. Мы обязательно с тобой свяжемся после эфира. И отправим тебе этот подарок. Да, этот подарок. Пока постоит здесь. А сейчас мы хотим пригласить к нам сюда наших гостей. Никиту и Данила Васильева. Мы вам даём рупор. Символ нашей программы. В этот рупор вы можете сказать всё, что угодно. Можете по желанию, либо просто кому-то передать привет. Нам очень понравилась программа Отдыхай. Здесь очень интересные темы, профессиональные ведущие. Но. Самое главное. Программа Отдыхай – это очень позитивная, энергичная программа. Но есть программа, которая чуть-чуть лучше этой. Это очень серьёзные новости на канале национального телевидения Чуваши. Айкелбуксер. Смотрите каждый понедельник в 20.30. Спасибо вам большое. Итак, подводим итоги. Семья – это самое ценное, что у нас есть. Мы должны ценить и любить наших близких. Очень мудрые слова сказала Соня в первый раз. Пока она ничего не испортила, нужно попрощаться. Ну а повтор вы можете увидеть на национальном телевидении Чуваши или в группе ВКонтакте городской детский медиа-центр «Куча мала». Отдыхай выходит каждый понедельник в 16.05. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!